привет друзья сегодня мы рисуем с вами исходящиеся дымом и огненными спалах и вот такие вот дымящиеся огненные такие с дымом и с огнем буквы мы пишем а вы доме сногс внизу на плаще я вам хочу показать как это делается сейчас доработаю основное слово немножко мы приступим с вами собственно процессу так чтобы было нам понятно мы будем писать слова а вы писать здесь для начала мы рисуем соответственно буквы сами да это произвольный абсолютно шрифт основной его основа его задача сейчас вот на данном этапе мы берем просто черный цвет с вами очень жидким цветом рисуем сначала букву а потом можно добавить немножко водички и как бы размываем ее она дымится видите да легкими движениями вот она побольше если не хватает краски можно еще добавить вот часа вам поближе сделаю что вы видели что я делаю вот такими движениями то есть у нас буква е она дымится прям до горит светится нам нужно это показать вот она видите да вот такими движениями плавными очень жидкой краской мы рисуем как бы дым это первый шаг первый шаг дальше мы берем более густую краску черную и выделяем основание этой буквы до просто более плотно чтобы она читалась если как бы на ваш взгляд дыма мало можно добавить кое-где в этом дым она добавить сгустки тоже темные они будут у нас дальнейшем светится тоже эти как вот здесь есть сгустки это а е буква теперь нам на букву в добавить это знаменитый слог слоган их не оба доме но до минус ног мы вырисуем это источает ну не яд конечно свет дым светящийся во тьме дымится аж легкими абсолютными движениями я как бы размываем его саму руку сначала потом добавляем более плотные элементы и вы дальше у нас будет светиться в курсову а да нужно рисовать и рисуем так и поменьше сделала вам чтобы вы видели собственно нам нужно создать такое ощущение как будто это такая в пространстве возникла такая дымящаяся субстанция вот так размываем 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 побольше если что водички и рисуем пока что дым он краям своим он становится еще более прозрачный да замечаете к основанию он более плотно здесь вот сможет даже подразмыть это все таким простым движением абсолютно абсолютно просто незамысловатым так скажем что дальше делаем дальше как видите я беру бордовый цвет в данном случае это наш любимый валежа 7271 очень хороший цвет очень хороший цвет бордовый насыщенный такой качественный и теперь мы с вами наносим места вверх саму букву да которые будут светиться и дымится вот в этих местах добавляем вот в этих да точно так же ее немножко под размываем в местах где он дымится если что немного беру немного вот еще немного черного жидкого и смешиваю как бы вы давите чтобы она исчезала в своем огненном дыму наша задача чтобы одновременно и светилась и дымилась поэтому мы в общем если что-то будет непонятно пишите задавайте вопросы по этому способу он достаточно простой его главное понять его саму суть схему то же самое с этой буквой да вот здесь сразу можно за месяц замес сделать черного и бордового сделать дымок сейчас больше черра и такими вот незамысловатыми движениями кисточки самым кончиком рисуем сам дым и так обозначаем бордовым саму руку вам сначала потом замешиваю бордовый с черным опять и теперь саму дымящуюся структуру сейчас под размой и немножко и она задымится что нам надо добавим еще черного огонь переходящий в дым ну собственно букву а вот плачь ладно собственно букву а да у нас она большая по площади смело замешиваем бордовый и черный и края у нее размывается оставляя по центру чистый бордовый да видим то же самое и здесь сначала рисуем бордовый все перемычки добавляем тут же черный и размешиваем вот здесь по краю больше черного ну и чтобы выделить его там бордовый цвет вот так как-то так что последнего здесь осталось до крупная чем больше здесь вот края размойте тем интереснее будет смотреться когда нас мы будем же рисовать дымящийся и так это первый шаг вот а вы давно написали что делаем сейчас мы берем с вами ярко-красный данном случае цитадель с карет смотрите что дело на примере я где-то 50 на 50 размешиваю с бордовым пока что и выделяя самые яркие места на нашу пока и до они не везде как вы видите да то есть чтобы она светилась нам нужно сейчас мы смываем кисточку размываем чтобы у нас буква засветилась сама вот эта история светящаяся получилась нам нужно ее сделать как и уже говорили в одном из уроков местами только более ярко местами более темно поэтому переходы красного и бордового тщательно размываем дальше я взял опять же то же самый бордовый красный да и вот здесь вот добавил как пламя да у нас тут куски пламени срывается с него и дальше размываем уже вот здесь вот основан с черным бордовый с черным берем уже чисто красный ставим несколько точек ярких здесь тоже здесь там где он будет светиться чисто снизу он больше светится у нас по какой-то не неуловимой причине но больше видите да он уже как себя ведет так пока что засыхает я проработаю слово АВСМ то же самое да то есть не везде вверху я даю немного здесь больше намечаю дымящиеся места теперь больше бордового на кисть и под размываем наш наши пятна светящиеся немножко чтобы создать эффект как будто огонь раздувает знаете он там ярче где-то ярче где-то более темный вот так вот раз 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 оно прям дымится берем совсем красный ставим более яркие места да где-то где у нас совсем более яркий ну вот здесь да например и несколько точек так подразмоем его немножко для красоты вот здесь надо больше нам проработать с черным еще чтобы у нас потерялась буква сама Е да чтобы прорисовать более красиво нам надо добавить черного ну чтобы она читалась у нас так теперь букву В да советую вам как бы снизу то есть сверху вот прививисто да видите а снизу более ярко такое впечатление как будто он раздувается огонь немножко снизу если вы сделаете светящиеся буквы сверху они больше сильнее дадите вверх да освещение то они у вас будут теряться низ теряться будет и читаться будут плохо лучше темнее делать вверх вниз чем вверх то есть чем здесь так ну собственно буква а она у нас большая мы поярче сделаем так с бордом подразмоем здесь ничего сложного нет как видите да все достаточно просто контролировать его очень легко здесь больше темного добавить больше черного и он у вас сразу же заиграет так теперь здесь у нас да еще собственно самые места такие которые дымятся да мы их должны вырисовать больше можно сделать даже как будто огонек оторвался видите вот а вы первый шаг дальше второй шаг в этот наш ярко-красный мы добавляем мой любимый лимонный желтый цвет где-то соотношение где-то может быть 50 на 50 у меня он заканчивается к сожалению надо еще прикупить что мы делаем дальше да с ним то есть смешиваем что он получился у нас оранжевый можно конечно взять оранжевый сразу но я не советую вам и эти самые яркие места мы должны сейчас прорисовать эти ярко-оранжевые теперь мы его немножко то же самое подразмоем чтобы не было сильно ярких переходов контрастных переходов если где-то надо добавляем красный чтобы сгладить и уже потом берем чистый желтый наверное ну чуть-чуть только оранжевого добавить и ставим в центре светящуюся зону определяем центре самых ярких пока что да это оранжевый да у нас еще больше чем желтый желтый будет финиш и так он уже светится да видите вот теперь берем совсем желтый и с ним аккуратненько то есть он очень яркий но у нас не должен как бы сам по себе существовать поэтому нужно все-таки смешивая с оранжевым тихонько легонько растягивать хоть и на и самая центральная часть ты желтый занимает да все равно старайтесь аккуратненько растянуть где надо добавляйте красной краски вот уже у нас засветился еще желтого добавим здесь добавим здесь а совсем оранжевым еще наверно вот здесь сделаю и теперь под растянем как будто действительно пламя у нас под ветром раздувается летят искры простой прием достаточно но он очень эффективно смотрится видите да все вот такие вот здесь можно конечно еще больше углубиться взять желтый добавить белый ну смотрите осторожно осторожно то есть вообще надо осторожно работать с яркими тонами вот в этом деле потому что конечно акрил подсядет но слишком яркие переходы в пламени ну вы же видели огонь да он там нет таких прям ярких ярких где-то белых мест с маякой пламя да у нас оно вот такое вот раскаленное поэтому я вам не советую сильно увлекаться высветлением уже желтого да это уже будет может перебор быть вот и все в принципе если будут вопросы задавайте ребята дам